Стабилизатор InstaFlow в моих руках уже некоторое время, поэтому уже образовались некоторые знания по его поводу и некоторые интересные наблюдения. Нельзя сказать, что по нему информации мало в интернете. Интернет пестрит различными обзорами этого стабилизатора. Он не является собой каким-то таким уникальным уже, каким был на момент появления. Сейчас это такая обыденная интересная лошадка. Что в этой лошадке очень понравилось мне? Нюансы. Ну вот прежде всего на какие нюансы я обратил внимание. Вот эти ножки, которые выдвигаются и задвигаются в стабилизаторе, являя собой ручку, они интересны тем, что блокируют вот этот блок и он в какой-то момент не раскрывается. Он просто не раскрывается. Он не может раскрыться, потому что вот эти кончики цепляются друг за друга. Вот буквально, как сказать, выдвинув их еще на пару миллиметров дальше, мы видим, что ножки могут раскрыться. На концах металлических частей ножек микроскопические резинки. Фактически их и не видно, но они есть. Тем самым ножки стоят на столе очень мягко. Казалось бы, вот две такие мелочи, но мелочи интересные. В задвинутом положении, когда я задвигаю ножки полностью в предыдущие их части, закрыть их уже невозможно. Они не сходятся. Именно этими хвостиками они блокируют ручку за единую целую. Вот такая мелочь, но приятная. Поэтому, когда мы выдвигаем ручку, она именно блоком, жестким блоком стоит. Включение питания и работа стабилизатора тоже неоднократно обговорены. Есть особенности управления стабилизатором при панорамировании, потому что ходы моторов не такие большие, как хотелось бы. И приходится мотор переключать с верхнего положения в нижнее и наоборот. При работе с широкоугольным объективом смартфона надо следить, чтобы объектив был подальше от этого мотора. То есть, возможно, даже выдвигать телефон, перекашивать его пропорции, выдвигать немножко в сторону. Кстати, горизонтирование телефона. Тоже полезно делать, немножко перекашивая вот эти вот планки, если есть какие-то вопросы по горизонтированию телефона. Еще есть приятных нюансов. Очень порадовал, конечно, режим широкоэкранной съемки. Потому что в нем уже много изначально, по умолчанию применяется различных фильтров, которые сразу еще из коробки делают вам работу этого режима. Ну, такой киношной немножко. И последний нюанс, который я сегодня опробовал, это очень удобно работать с подключением питания на смартфон. Из опыта жизни с этим стабилизатором. Стабилизатор может несколько суток. Естественно, не по непрерывной работе. А так несколько суток ты им пользуешься, не заряжая. При этом телефон, как правило, при работе со стабилизатором постоянно разряжается. Вот такая вот есть у него фишка. Как-то так. Если кто-то еще не приобрел подобный стабилизатор. Ну, что можно сказать? Можно сказать, рекомендую, можно сказать, желаю, чтобы у вас тоже что-то такое было. Чтобы вы чем-то пользовались хорошим. Как-то так.